РБК Уфа новости Башкортостана. Мы вещаем из отеля Краунплаза Уфа. Меня зовут Максим Окунев. Здравствуйте. Правительство Башкортостана и Росгеология создадут совместную рабочую группу. Она займется дополнительной разведкой нефтяных месторождений, а также поиском золотоносных и полиметаллических участков. Договоренность достигнута в рамках Гайдаровского форума, который проходит в эти дни в Москве. По словам премьер-министра правительства Башкортостана Андрея Назарова, территории республики изучены только на 50%. На сегодняшний день открыто 1300 месторождений, около 200 нефтяных, 50 золотоносных, 20 с запасами железа, 15 с запасами меди. Их число планируется увеличить за счет доразведки. Также правительство региона намерено вовлечь в добычу как можно больше средних и малых предприятий за счет проекта «Магазин готовых решений». В среднем подготовка месторождения к разработке занимает у крупных компаний 5 лет, а для малых и средних предприятий это зачастую вообще нереально из-за недостатка средств. Предварительная подготовка месторождений силами госструктуры ускорит процесс их разработки в два раза. То есть мы используя свой административный ресурс государственный, по сути весь нулевой цикл сами выполняем. То есть готовим месторождение под разработку, готовим бизнес-планы, логистику, обеспечиваем энергетикой, дорогами, даже продумываем куда потом по логистике будет сбыт, направляться на какие территории, на какие предприятия. Ежегодно в Башкортостане добывают 16 миллионов тонн нефти, тогда как в целом разведанные запасы на сегодняшний день оцениваются в 79. Это дает возможность развиваться малым нефтяным компаниям, которых на данный момент 11. В Башкортостане на 66% увеличилось число граждан банкротов. Об этом телеканал РБК Уфа сообщила помощник руководителя управления Росреестра по республике Наталья Шагиева. Так, по итогам 9 месяцев возбуждено более 3000 процедур банкротств в отношении физлиц. В 2019 году их количество составляло чуть больше 2000. При этом 80% заявлений поступает от самих граждан. Отмечу, что с сентября в России действует упрощенная внесудебная процедура банкротства, которая бесплатна для населения. Единственное условие – нужно подать заявление в МФЦ. При этом долг не должен превышать полумиллиона рублей. В целом по стране суды признали несостоятельными 119 тысяч физических лиц, включая индивидуальных предпринимателей. Это почти на 73% больше по сравнению с 2019 годом. В то же время в несудебную процедуру списания долгов, запущенную осенью, проходят около 2000 россиян. В Стерлитамакском районе республики с нуля построят современный элеватор. Объем инвестиций в проект оценивается в полмиллиарда рублей. Инициатор создания элеватора – управляющая компания «Перспектива». Она уже приобрела подходящий под строительство земельный участок и подготовила технологическую схему объекта. Согласно проекту, элеватор на 50 тысяч тонн зерносушильной установкой запустят к концу следующего года. Отмечу, что это один из первых элеваторов в регионе, который создается с нуля по современным технологиям. На его территории также построят контейнерную площадку для формирования железнодорожных составов. В перспективе это позволит поставлять продукцию за пределы Башкортостана, в том числе и за рубеж. Инвестпроект получил статус приоритетного. Компании возместят часть затрат на закупку оборудования и создание инженерно-транспортной инфраструктуры. И в продолжении темы. 129 миллионов рублей инвестирует уфимская компания «Звезда» в строительство автосервисного комплекса. Проект был детально проанализирован в правительстве республики. Он включает в себя заправку и пункт для зарядки электромобилей. Инвестор уже подготовил бизнес-план, а также выбрал площадку. Комплекс будет размещен на улице Сельская Богородская в Уфе. Помимо автосервиса и заправки, на площадке также будет работать магазин и кафе. После запуска проекта будет создано 27 рабочих мест. Автомойка самообслуживания на 6 автомобилей. Это услуга достаточно популярна у жителей города Уфы. На всей территории комплекса будут устроены места для отдыха. 24 посадочных метров высажены на многолетнее пене. Кроме того, в рамках инвестиционного часа был рассмотрен проект компании «Архангельские варенья», которая планирует расширить производство безалкогольных напитков в Архангельском районе. Инвестор намерен закупить оборудование, чтобы увеличить производство лимонадов, соков и медовухи на 400 тонн. Общая сумма вложений составит 124 миллиона рублей. Стоит отметить, что компания работает с федеральными и республиканскими розничными сетями и планирует открыть торговые точки в нескольких городах страны. Почти до 630 тысяч рублей увеличен размер единовременной денежной выплаты многодетным семьям в Башкортостане. Соответствующие изменения в законодательство приняли власти республики. Ранее сумма выплаты составляла 600 тысяч рублей. Выплата предоставляется семьям, в которых воспитываются 8 и более детей в возрасте до 23 лет и проживающим в республике не менее трех лет. Для оформления выплаты одному из родителей или опекуну необходимо подать заявление и приложить свидетельство о рождении детей и паспорта всех членов семьи старше 14 лет. В 2020 году 132 многодетные семьи из республики уже получили единовременные выплаты на общую сумму 80 миллионов рублей. Напомню, до 2020 года на такую материальную помощь могли рассчитывать многодетные семьи исключительно с несовершеннолетними детьми. На этом наш выпуск подошел к концу. Оставайтесь на телеканале РБК Уфа.